Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в священное писание Нового Завета. Тема лекции. Символические методы толкования Библии. Мы переходим к методам библейского толкования. И для этого определим, что такое метод толкования. Метод толкования – это последовательность определенных действий, задачей которых является раскрытие смысла текста священного писания. Говоря иначе, можно сказать, метод – это алгоритм. Это некая заданная последовательность действий или шагов. И вот в результате этих наших действий мы сможем извлечь смысл из текста священного писания. Методы библейского толкования можно разбить на две большие группы. Первая группа – это так называемые буквальные методы. Вторая группа – символические. Определение. Буквальными называются методы толкования, способствующие раскрытию смысла, заложенного автором библейского текста. То есть буквальные методы позволяют нам извлечь изначальный смысл текста. При этом мы с вами должны помнить, что в речи могут употребляться как прямая речь, так и метафоры. И вот, соответственно, библейский автор также может использовать и прямую речь и метафоры. И метод толкования, который мы называем буквальный, он буквальный вовсе не потому, что предлагает метафоры понимать как-то буквалистически. Нет, он раскрывает метафоры, но он позволяет нам обнаружить изначальную авторскую мысль. Пример. Книга притчей, 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Здесь мы с вами столкаемся с метафорой, метафорой башни. И метод буквального толкования не будет говорить, что какая-то должна быть башня, или построй себе башню, или найди себе башню и убеги в эту башню. Нет, метод буквального толкования будет объяснять. Здесь метафора. Метафора, которая указывает на то, что имя Божье, если его призывать, сохраняет верующего не хуже, чем какая-то каменная башня. Если праведник призывает имя Божье, Господь его оберегает от разных врагов. Получается, что название метода буквальный, но задача, цель именно обнаружения изначального смысла автора. Поэтому получается, что буквальными методами мы можем истолковать любые жанровые фрагменты в Священном Писании. Не только истории, не только повествования, но также и притчи, то есть выдуманные истории, которые иллюстрируют законы духовной жизни, также пророческие видения и так далее. Основным методом буквального толкования является историко-филологический или иначе называемый историко-грамматический метод толкования. Он имеет достаточно сложную алгоритмику, и поэтому мы его рассмотрим в отдельной лекции. Вторая группа методов толкования – это методы символического толкования. Греческое слово символон, которое на русский язык переводится как символ, означает не просто некий абстрактный знак или указатель, но нечто, через что проявляется иная реальность. Чтобы лучше понять, чем символ отличается от обычного знака, можно привести такой пример. Когда мы выезжаем из городской черты, мы можем увидеть название города, перечеркнутое красной линией. Но в Санкт-Петербурге, возможно и в других городах, используется не только данный знак, но и символ. Мы можем видеть табличку, на которой очертание городских зданий. И, соответственно, вот это очертание перечеркнуто красной линией. Конечно, эта табличка не воспроизводит точно какую-то картину, какую-то улицу из жизни Санкт-Петербурга. Но при этом мы с вами говорим, да, мы можем увидеть силуэт из зданий. То есть вот эта вот реальность городская с домами, с постройками присутствует в данном символе. Поэтому мы можем дать следующее определение символическим методом толкования. Это методы, основной задачей которых является не толкование библейского текста как такового, а рассмотрение отдельных событий, лиц, предметов и особенностей текста в качестве символов, служащих для наглядного раскрытия богословского учения или законов нравственной жизни. Получается, что символические методы толкования используются толкователем не для того, чтобы извлечь изначальный авторский смысл, а для того, чтобы использовать библейский текст как своего рода иллюстрацию. Иллюстрацию либо для законов нравственной жизни, либо для богословских идей, либо даже для философских идей. Исторически сложилось так, что символические методы толкования использовались прежде всего по отношению к священному писанию Ветхого Завета. И более того, один из двух символических методов предполагает связь между Заветом Ветхим и Заветом Новым. Итак, первый метод символического толкования – так называемый типологический метод. Греческое слово «типос» означает «прообраз». Типологический метод библейского толкования ставит своей задачей рассмотреть лица, предметы, события Ветхого Завета в сопоставлении с подобными им лицами, предметами и событиями Нового Завета или мессианской эпохи. И вот как раз ветхозаветные лица события-предметы называются термином «типос» – «прообраз», а уже новозаветные обычно мы называем «осуществление» или «исполнение этого прообраза». В Священном Писании Нового Завета активно этот метод использует святой апостол Павел. Например, в Первом Послании к Коринфянам в 10 главе с 1 по 11 стих он сопоставляет Моисея с Господом Иисусом Христом. Моисей является прообразом Христа, потому что Моисей выводит евреев из Египта, а Господь Иисус Христос избавляет верующих от власти дьявола. Впрочем, надо сказать, что типологический метод толкования возникает еще в дохристианскую эпоху. Известен кумранский свиток 13-й из 11-й кумранской пещеры, который называется «Небесный князь Мелхиседек». И датируется он концом первого века до Рождества Христова или началом первого века по Рождестве Христовым. Автор этого свитка рассматривает образ Мелхиседека как прообраз мессии, которого все еще ждут евреи. И, кроме того, рассматривает такое законодательное определение Ветхого Завета как юбилейный год. Автор кумранского свитка говорит, как в юбилейный год прощаются все долги, все возвращается на круги своя. Если кто-то кому-то продал участок, то этот участок возвращается прежнему владельцу в соответствии с тем списком, как была распределена вся земля ханаанская между коленами Израилем. Идеи 50-го юбилейного года используются автором кумранского свитка, чтобы показать, что мессия, которого ждут евреи, который еще только придет, он простит людям грехи точно так же, как в юбилейный год друг другу прощали долги. Особенностью типологического метода толкования является то, что всегда есть сопоставление между Ветхозаветной эпохой и мессианской эпохой, между Священным Писанием Ветхого Завета и Священным Писанием Завета Нового. Но не всегда символические методы производят вот такой вот переход во времени от Ветхого Завета к Новому. Возможен иной переход от текста Священного Писания в некую абстрактную область, в область идей. Это может быть область философская, это может быть область библейского богословия, но это может быть область и нравственного богословия. И вот если текст Священного Писания используется для того, чтобы проиллюстрировать одну из вышеупомянутых идей, такой метод называется аллегорический метод толкования Библии. Греческое слово аллегория означает иносказание. И, конечно же, тем самым само название подчеркивает, что этот метод еще более субъективен, чем типологический. Ведь типологический метод исходит из некой архетипичности духовной жизни, что есть определенные закономерности духовной жизни, они проявляются в Ветхом и в Новом Завете. А вот аллегорический метод – это метод, когда толкователь хочет какую-то свою идею проиллюстрировать и для этого берет или лицо, или действие, или событие из Ветхого, либо Нового Завета. Одним из основоположников аллегорического метода при толковании Ветхого Завета является иудейский писатель Филон Александрийский. Годы жизни 23-й год до Рождества Христова и 50-й год по Рождестве Христовым. Ну а уже в новозаветную эпоху, в церковный период, многие авторы использовали данный метод прежде всего для иллюстрации законов нравственной жизни. Например, преподобный Иоанн Касянин Римлянин, годы жизни 360-й, 435-й годы, рассматривает следующую историю, следующую заповедь из книги «Второзаконие». Седьмая глава, первой, второй стихи. Цитата. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы Хитеев, Гергесеев, Амариев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев семь народов, которые многочисленнее сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». Когда преподобный анкосианин Римлянин рассматривает эти слова из «Второзакония», он говорит, вот эти вот языческие злочистивые народы символизируют с собой страсти, которые имеются у нас, причем основные семь страстей. И как евреи безжалостно уничтожали те народы, так и мы должны не соглашательски относиться к своим страстям, но безжалостно с ними бороться, чтобы полностью их победить, чтобы максимально, насколько для нас это возможно, их искоренить. Соответственно, дальнейшая история Ветхого Завета показывала, если евреи шли на какой-то компромисс с тем или иным языческим племенем, впоследствии они же, евреи, страдали от атак, от нападения этого племени после того, как данное племя восстанавливалось после поражения. Но тоже касается нас с вами. Если мы будем потакать какой-либо из своих страстей, то в определенный момент она будет стремиться нас себе подчинить, нас, по сути дела, поглотить. Действительно яркий пример, и как мы с вами можем убедиться, подобный метод может использоваться для иллюстрации законов духовной жизни. Потому что таким образом мы не только слышим некую сентенцию со стороны церковного автора или проповедника, борись со своими страстями, но видим яркую, красочную иллюстрацию. Мы можем себе представить, как Израиль боролся с этими народами сильнее его, как кого-то уничтожал, а кого-то ложным образом миловал, что из этого получалось. И можем увидеть на своем конкретном опыте, что то же самое происходит, когда мы либо боремся со страстями, либо им потакаем. Вот по этой причине того, что подобный метод является наглядным представлением ряда аскетических законов, аллегорический метод активно использовался у церковных авторов. Сложилось так, что в истории церкви одна школа, антиохийская, ярким представителем которой является святитель Иоанн Златоуст, предпочитала толковать священное писание прежде всего историко-филологическим, то есть буквальным методом, чтобы уяснить себе изначальный смысл священного писания, а типологический и аллегорический использовала как методы дополнительные. Но была иная школа, Александрийская, которая порой забывала о первоначальном смысле, пренебрегала историко-филологическим методом, и чрезмерно увлекалась методом аллегорическим. И вот со стороны представителей антиохийской школы, например, блаженного Федорита Кирского, поступали упреки в адрес александрийцев и, соответственно, аллегорийцев. Он говорил о том, что нельзя дополнительный смысл аллегорический ставить на первое место. Поэтому, когда мы с вами изучаем святоотеческие творения, мы найдем там разные методы толкования. И если тот или иной церковный автор обильно использует аллегорический метод, иносказательный, это не значит, что мы должны пренебрегать и буквальным смыслом священного писания историко-филологическим методом толкования Библии. Мы должны помнить основной принцип, по которому действовали толкователи в Древней Церкви. Толкователь выбирает именно тот метод, который нужен для его целей. Если я хочу узнать первоначальный смысл Библии, я выбираю историко-филологический метод. Если я хочу установить связь между двумя заветами или дать иллюстрацию богословию, либо скетике, я прибегаю к аллегорическому методу толкования. Если будем это помнить, то тогда, конечно же, в нашем с вами арсенале толкователя и те, и другие методы займут достойное место, и наше извлечение смысла священного писания будет адекватным, истинным и полезным для нас с вами. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.